привет дорогие друзья вы на канале колдун блог с вами катера в танке и сегодня мы с вами поговорим о черчилль ган карьер опять в который раз дать и попытаемся затронуть и вопрос о которых мы раньше не говорили да то есть вы знаете что в 9 и 4 произошло вот такое серьезное изменение это нерв был серьезный хелкета и также был своего рода нерв кваса то есть вы развили по двум веткам разными поменяли ему там кучу характеристик вот и на этом фоне черчилль ган карьер которые вот считали все кактусом уже стал выглядеть как бы более позитивно потому что на фоне понерфинного хелкета уже не так все плохо вот и хотелось бы остановиться на том преимуществе которое вообще редко кто обращает внимание вот проходимость ган карьер то есть посмотрите как уверенно он забрался на такую местность достаточно сложную до для прохождения и как стабильно он преодолевал это препятствие вообще это характерная такая черта черчилль и да то есть хорошая проходимость благодаря вот такой вот длинной базе и широким гусеницам эти танки в общем преодолевали такие вот сложные рвы такие препятствия которые для большинства танков были большой большой проблем и чаще их преодолевали очень хорошо вот и через ган карьер не исключение потому что он на базе как раз обычного черчилля находится кстати говоря обратите внимание еще на второй плюс этой машины углы вертикальной наводки очень хорошие вниз и вверх то есть мы стоим на горочке и стреляем вниз не хуже американских танков и пт у которых хорошие очень хорошие вы вертикальной наводки и вот чечилльган карьер в этом отношении тоже имеет большое преимущество и вот как раз из-за того что это является его преимуществом недостатком так как стул расположен достаточно низко вот из-за этого нам часто могут накидывать из-за укрытия вот вверх вот верхнюю часть вот эту коробку а при этом мы зачастую не можем ответить противнику но это в основном на короткие дистанциях такое происходит но зато благодаря этому же моменту очень хорошо опускается пушка вниз так как имеется вот место для того чтобы орудие ходила так свободно вверх и вниз вот это тоже еще преимущество одно которое мало говорят касательно чеши ганкаре вот и к сожалению наверное в игре не реализована полностью вот эта вот особенность по части проходимости которая бы наверное такие машины как чеши сделала более популярными и более востребованы потому что у нас в принципе все все везде проходится пусть там труднее или легче но проходится и нет проблем там застревания такие глобальных которые были в реальности да то есть застревание в грязи там по размокшим дорогам и так далее вот если бы этот нюанс имел место в игре то конечно же черчилль бы и вообще вся серия чечили чечили анкаре заиграли бы новыми красками то есть уже бы никто бы не считал их такими кактусами поскольку они бы могли проходить там где другие танки были просто застревали то есть они могли бы пройти по таким рвам по такой грязи в которой бы застрял бы и хилкет и шерман и пантера и так далее то есть другие бы танки где застревали бы там бы чечили проходили то есть там где бы застряла яхт пантера там чечили анкаре проехал бы спокойно и уверенно вот Вот этот вот нюанс, этот плюс машины, к сожалению, он полностью в игре не раскрыт. Может быть, когда-то в будущих патчах этот нюанс добавят. Конечно же, он добавит реализма игре, и играть станет сложнее. Конечно, будет очень много вайна, особенно со стороны школоты, по поводу того, что как так, не так легко играется, как раньше, все стало сложнее. Но, тем не менее, посмотрите, как зато он прекрасно, красиво преодолевает эти рвы. То есть, любой другой бы танк с более короткой базой, даже тоже Hellcat, он бы там загруз, он бы там пробуксовал, пока бы он преодолел этот ров. А Черчилль, он спокойно, благодаря этой длинной базе, он легко и непринужденно преодолел этот ров, перевалился через него и прошел. Честно говоря, на моей памяти, наверное, немного таких машин, которые на это способны. В частности, это БДРЖ-1Б, благодаря вот этой своей ходовой, уникальной, такой бучкообразной, он переваливается через эти рвы, просто как неваляшка. И, наверное, тоже АРЛ, потому что, ну, АРЛ у него ходовая по структуре схожая с ходовой первого Черчилля. У него тоже довольно неплохая проходимость, вот по таким препятствиям. Вот, то есть, вот такое вот преимущество имеет Ганг Арьер. Ну и, конечно же, мы будем надеяться, что в будущем она будет реализована. Конечно, брони никакой нет, то есть, вот такие вот непробития, да, или пробития без урона, это скорее исключение из правил, нежели правило. Потому что снаряд просто-напросто попадает в ходовую, да, то есть, вот это срабатывает, разворот бортов иногда помогает. Ну и здесь плюс, учтите, что мы на возвышенности, у нас гусеницы просто закрыли. Широкие, большие гусеницы, высокие, они нас закрыли от попадания. Ну, а здесь НИДАТА пока решил все-таки отыграть перестрелку. У него открыта только башня, плюс мы не успели свестись. И вот, пожалуйста, проходит попадание без каких-либо проблем, потому что 88 миллиметрового бронирования, прямой бронелест, никаких там дополнительных усилений нету. Потом пробивается он элементарно, там, пушками пятого уровня, даже четвертого, без каких-то серьезных препятствий. Ну, а танковать против НИДАТАП, у которого топовая башня, вот в такой позиции, это бесполезно занять. Поэтому ничего ему сделать не можем, поэтому вынуждены здесь выжидать. Ну, и как видите, тоже вот этот вот недостаток при лобовом обстреле, очень часто вот такие попадания, вот сюда вот в левую часть, вот этот люк мехвода, его контузит. Убы и ах! К плюсам машины еще, наверное, можно отнести то, что она достаточно малозаметная, не очень высокая. Вот, и по сравнению с другими Черчиллями, она обладает чуть лучше маневренностью и чуть лучше скоростью. То есть, немножко быстрее вертится, и на 3-4 км в час у нее выше скорость линейная. Вот. Ну, конечно, вот приятно смотреть, как она заползает на эти все препятствия, как она их преодолевает. Просто, просто прекрасно, мне кажется. Ну, и вообще, по большому счету, чтобы абсолютно полностью реализовать потенциал этой машины, надо будет перекроить очень много показателей в игре, чтобы вот такие вот мощные, с хорошей проходимостью машины, с могучими орудиями, они, как бы, возымели свой вес, который имели на самом деле. Да, вот, придется очень много показателей пересмотреть, только тогда они себя будут чувствовать более-менее нормально. Ну, видите, как вот легко он преодолевает эти все препятствия. Это, конечно, является тоже таким конкретным преимуществом, но, к сожалению, пока еще достаточно серьезно в игре это не было реализовано. По крайней мере, до сегодняшнего момента, что будет дальше, посмотрим. Ну, теперь перейдем к следующему бою и посмотрим, что же еще умеет ИВК. И следующий у нас бой на карте Мурованка. В этой комплектации у нас орудие предтоповое с пробитием 150 мм. Вот такая вот пушка. В принципе, достаточно играбельная. По крайней мере, когда кидает первую половину списка, этого орудия хватает вполне. Оно более скорострельное. ДПМ у него, соответственно, повыше. Вот. И, собственно говоря, с ним тоже можно спокойно играть. Там примерно сопоставимая альфа с топовым орудием. Единственное, что, наверное, пробоя не хватает для некоторых боев. Ну, как видите, неплохая довольно-таки точность, несмотря на то, что без введения били. И вот такая вот замечательная скорострельность. С топовым орудием такую, конечно, скорострельность вы вряд ли покажете. Вот. Хотели мы, конечно, приехать вперед. Но так уж получилось, что противник более инициативный. Вот он раз за разом волнами будет накатываться. То с одного фланга, то с другого на нас. Поэтому очень острой необходимости в наступлении нет. Работаем от обороны. Вот. И что еще хотелось бы сказать по поводу Черчилль-Ганкария. Да, конечно, несмотря на все то, что, казалось бы, и мощное орудие. И, в принципе, относительно неплохой запас прочности. Хорошая проходимость у машины. Но, в целом, все же еще по-прежнему он по универсальности, да, по своим способностям, наверное, будет уступать тому же Хелкету. То есть, за его лучшей маневренности, хорошей маскировки, да, и вообще всеобщему такому сбалансированности, что ли. Да, Черчилль-Ганкария, он в этом плане не настолько хорош. То есть, он медлительный, ему надо разворачиваться на цель всем корпусом, да. То есть, еще надо добраться до этой цели с этой скоростью. Хелкет даже после нерфа все равно выглядит более аппетитно в этом отношении. И, как бы, наверное, и для фарма он годится в лучшей степени. Но, зато, для оппозиционной войны, для обороны Черчилль-Ганкария вполне себе годится. Потому, что имеет в наличии просто бешеное орудие 8 уровня, 32 фунтовое, которое имеет просто умопомрачительные показатели по пробитию. Для этого уровня 214 миллиметров базовым бронебойным, да. Вот. При этом, скажем так, этих бронебойных хватает практически всегда. За редким исключением. Ну, сейчас стреляем в Хелкета. То, что я вам говорю сейчас, после нерфа Хелкета проблема появилась такая, что он просто факелом стал самым настоящим. Он пылает практически через раз при попадании в корпус, да, в верхний бронелист, нижний бронелист, да, без разницы, там все пробивается. Критуется двигатель, повреждает собаки и машина горит. В общем, сейчас это для него большущая проблема. Вот. Запазаем на этот холмик. Но противники тоже здесь за укрытиями. Мы не можем по ним попасть, соответственно. Ну, как видите, вот, как-то хорошо балансит этот ПТ-шку, то предтоповое орудие, оно позволяет даже эффективнее воевать, да. Потому что оно более легкое, короткое, оно сводится быстрее на цель, имеет хороший, очень хороший ДПМ, а пробитие 150 миллиметров хватает за головой. При этом существенной разницы по Альфе между топовым и предтоповым орудием не наблюдается. Это, вот, так что чувствовать мы себя будем вполне комфортно по части наносимого урона. Вот. Ну, а сейчас вот чего не хватает, да, ведь не хватает скорости. 24 километра в час, как для семейства Черчилля, это даже очень много, потому что там вообще более 20 километров нет ни у кого, по большому счету. У нас 24 километра в час, но все равно даже этого не хватает. Вот, на холкете мы бы уже быстренько подъехали к этой суставе и парочку выстрелов бы сделали, да. Соответственно, благодаря этой инициативности мы бы дополнительных там 500 хп урона нанесли, эти достижения пошли бы в копилочку, да, касательно данного боя. Вот, Черчилль Ганкаре в этом плане, конечно же, уступает, потому что он очень медлительный. Пока он выползет на цель, пока он доедет до нужного объекта, проходит значительное количество времени. Вот, поэтому мы тут не спешим, не вылазим слишком уж, потому что попасть за свет для нас это чревато, особенно когда очень много артиллерии. Черчилль любят вообще артиллерия, потому что они большие, по ним попасть несложно и сверху у них броня не ахти. Пробиваются они явно проще, чем те же КВ при примерно равных габаритах, да. В общем, пошли наши союзники в атаку, остался только один тяж, и вот он, покосанный КВ-85 засветился. С совместными усилиями они вместе с артой сняли нашего Т-34-ку, и теперь остается только добить артиллерию. Ну, по итогам боя можно сказать, что хорошая оборонительная позиция, вот, и когда мы в верхней части списка, в первой половине, да, с предтоповым орудием может приносить очень хорошие результаты, и они могут быть вполне себе приемлемыми, вполне заслуживающими внимания. Вот, и в принципе даже можно фармить, потому что на этой ПТ голда нужна крайне редко. Вот, а если предтоповым орудием, она, конечно, чаще нужна, но если кидать в верхнюю половину списка, даже там голда особо не нужна. Ну, здесь пошла, пошел небольшой рассинхрон, да, то есть, в игре все выглядело так, что мы точно стреляем по гориллю, а на реплее видно, что запаздывание явно. Вот, он выезжает, нас подсвечит уже два раза, мы тут явно уже, нас спасет Хумель, да, мы вот за этим холмиком находимся, потому что, и не выезжаем, потому что у Хумеля, у него пологая траектория полета снаряда, поэтому мы вот так вот маневрируем, ушли в инвиз и пытаемся его зацепить. Но немножко не успели, как видите, насколько уязвимая машина для артиллерии. Фуловый практически был у нас Черчилль, да, ну, почти фуловый, да, и вот сколько хп ему сняли, осталось только 100 хп. Очень он уязвимый для артиллерии, чрезвычайно. Вот, и вот такой вот получается у нас бой с такими вот результатами. И финальный у нас бой обзора, это карта Северная Америка, да, правильно у нее название, Лайвокс, да, Вечно путаю с Лас-Виллем, потому что и там, и там озеро. Вот, и здесь у нас топовая комплектация. В принципе, и позиция вот на этой карте вот, видит два холмика, да, вот эти вот, вот этот вот и соседний. Идеальные для обороны, для ПТ-шек, да, да, и в принципе и у моста там тоже неплохие позиции для обороны имеются. То есть, по большому счету, вот, ну, хотя с этой стороны, да, как ни крути, вот эта оборонительная позиция получше, чем справа. А у противника аналогично лучше позиция оборонительная у моста. Вот, с того расправа. У нас здесь топовое орудие, как вы видите, да, скоростреленность у него похуже, чем предтопа, но зато оно элементарно пробивает даже вот такие мощные танки, как КВ-5. То есть, 214 миллиметров пробития, вот предтопом еще не факт, что мы в борт бы пробили КВ-5, не факт. Об этим орудием, обычным бронебойным элементарно. Хотя чувствуется, конечно, что орудие менее точное, более слоупочное, да, то есть, вот даже поводили мы стволом сейчас справа влево, да, насколько увеличится разброс. При этом, предтоповое орудие, оно, конечно же, обладает более сбалансированным, показателем по счастью, точности и по скорости сведения, в этом плане оно несколько удобнее. В общем, заняли мы классическую оборонительную позицию, успели мы только раз здесь прострелить одного из противников, не более того. Ну и сейчас, особо не сводясь, стрельнули по 85-ке на удачу, и такие попали и уничтожили его. Вот, правда, перед этим он, конечно, попал под огонь союзников, вот, и фактически, благодаря этому, следующим снарядом нами был уничтожен. Добили светляка противника наш Hellcat. Теперь нам не угрожает, особенно подсветка со стороны озера, это очень хорошо, потому что подсветка со стороны озера ЛТшниками часто заканчивается очень плохо для ПТшек, которые расположились на ближайшем к озеру холме. Так что теперь остается только внимательно следить, чтобы, ну, может быть, еще кто-то там из ПТшек не рискнет пройти по озеру и просто отстреливаться, обороняться. Все достаточно просто. Геймплей не напряженный абсолютно. То есть, ну, стой себе, достреляй, больше ничего такого не требуется. И, наконец-то, наступают более веселые времена. Противник идет по правому флангу, и это предчувствуется, что там будет много-много целей, по которым можно стрелять. Вот АТ-8, могучая АТ-8, которая для очень многих орудий с этой дистанции, вот на этом уровне боев является неуязвимой. Для нас это небольшая проблема. Ну и вот Супер Першинг после нерфа уже тоже не проблема для нашего орудия. Раньше мы его только сбоку могли пробить, вот с этой дистанции, да, но если повезет выцелить там какие-то слабые места, это если очень повезет, потому что с этой дистанции их выцелить очень тяжело. Вот, сейчас мы его элементарно пробиваем в корпус, даже и целиться особо не надо. 214 миллиметров пробития сейчас уже хватает для того, чтобы дамажить эту могучую цель. Замечаем еще тяж на озере, но надо стрельнуть по Супер Першингу. Вот, ну хоть раз мы его не пробили. То есть ситуация сейчас Супер Першинга абсолютно обратная от той, что было раньше. Раньше мы говорили, ну наконец-то пробили, а сейчас можно сказать, что ну наконец-то хоть раз его не пробили. По-другому теперь уже и не скажешь. Заметили Блэк Принца с Виллис там, где он стоял. По инвизу стрельнули, попали. Вот он уже покоцанный на гусле стоит. Еще один выстрел, но нас опережает Ягодный 88. Оно и понятно, у него скорострельность отменная и скорость полета снаряда тоже. Видите, углы горизонтальной наводки не активы у ПТшки, Поэтому приходится доворачивать корпус. И здесь вот критическая ситуация фактически складывается. То есть противник не подсвечен. Два выстрела сделали, два попадания по ИСу-6 и оба не пробития. Поэтому целим Супер Першинг. И на последних секундах, на последних мы его все-таки пробиваем и снимаем 50 единиц захвата. И вот еще один выстрел, попадание в гуслю, но тем не менее пробитие. И снимаем еще 50 единиц захвата, которые, более 50 единиц захвата, которые собрал ИС-6, когда сдавали в круге захвата. Последние секунды фактически уже был бы фейл, но благо, благодаря мужеству нашего СТшки, который полез под огонь и подсветил соперников, нам удалось сбить захват. Вот ползет уже АТ-8, накинули мы один ему снарядик, пробили. И здесь мы не сильно выцеливали, стреляли вот так вот просто в центр. Поэтому попал снаряд ромбиком по этой АТшечке. И вот сейчас красивейший выстрел. И ваншот СУ-100, взрыв боевой укладки. Конечно, я представляю, насколько был удивлен вообще этот танкист, да, который на СУ-100 вылез и попал вот под такую вот раздачу, да. И от одного попадания отправился в ангар. Все, победа, полностью захвачена вражеская база. Не знаю, насколько это было необходимо, на самом деле. Мне кажется, союзники просто здесь протупили. Это очень не нужно было, потому что захват мы уже сбили. Можно было выезжать с круга захвата. Но жадность рулит, да, так сказать. И поэтому все дружно поехали в круг захвата, хоть немножечко собрать очков. Хотя, если бы они это не сделали, то мы спокойно бы эти два фрага добрали. И потом уже бы, и на данную скорую нам бы добрались. Добрались. Вот такая вот ПТ, что сказать, неоднозначная, конечно, сложная в освоении и в управлении. Но имеет, конечно, свои плюсы, которые я уже перечислил. Она достаточно малозаметная, имеет очень хорошую проходимость, благодаря вот длинной базе и широким гусеницам. И обладает набором из двух достаточно мощных орудий. Ну, что касательно предтопового, оно достаточно мощное, но топовое, оно чрезвычайно мощное. Вот, настолько мощное, что голду использовать вам придется крайне-крайне редко. То есть, в ней особо необходимости нет. Вот. Как оборонительная машина, она очень хороша. Но, конечно, ее недостатки не дают ей стать чем-то таким изрядовым выходящим. То есть, брони нету. Лобовая броня 8,8 миллиметров, никаких наклонов, пробивается элементарно. Часто критует мехвода. Недостаточный обзор и отсутствие поворачивающейся башни. И даже не это, а вот расположение ствола, которое дает с одной стороны хорошие углы вертикальной наводки вверх-вниз, делает также уязвимо ее при обстреле в эту кромку башни. Так как мы противника можем не видеть, а он нас при этом уже пробивает. Это при перестрелках из-за холмов на средних и коротких дистанциях. Ну, пожалуй, все. Хотя, на самом деле, если поискать, то у ЧГК еще больше недостатков. Вот как выразился Черчилль про танки Черчилль. Собственно говоря, что у них недостатков еще больше, чем у меня. Примерно то же самое можно сказать про Черчилль Ганкариер. Тем не менее, фановость определенная в машине есть. Поживем и видим. Но пока что можно просто копить нераспределенный опыт на этой машине. Кто ее уже прокачал, как я, да? И получать удовольствие от игры. Вот. Ну, на этом у нас все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока.